В условиях экономического кризиса и разнообразных антироссийских санкций, идея импортозамещения актуальна и в спортивной жизни страны. Зачем платить больше, задают себе вопрос российские футболисты. И сами отвечают, межсезонные сборы вполне можно проводить и у себя на родине. Такую возможность предоставил игрокам и тренерам Крымский полуостров. Две недели на Евпаторийской спортивной базе оставили массу положительных впечатлений у игроков Саратовского Сокола. Условия для восстановления после тренировок близки к идеальным. Финская сауна, хамам, русская баня, солевые камеры, бассейн, массажный кабинет. Испания нет, нам Крым лучше. Все отлично, все есть, питание, все хорошо. Сауны, баня, все отлично. По словам футболистов, условия для тренировочных сборов в Крыму практически не отличаются от тех, что предоставляли заграничные базы. За границей и не за границей. Боюсь, что это единственное отличие. Крым, благодаря своим климатическим условиям и географическому положению, всегда считался футбольным регионом. Погода здесь позволяет тренироваться и играть практически круглогодично. В советское время этой возможностью охотно пользовались самые известные клубы страны. Традиция постепенно возрождается. В ближайшем будущем у нас еще будут заложены два поля с естественным покрытием, так как команды более высокого уровня предпочитают тренироваться только на естественных полях. Как правило, зимой и летом у нас на учебно-тренировочные сборы все расписано за два месяца. Не стоит забывать и о заметной экономии в бюджетах клубов, говорят специалисты. По самым скромным подсчетам, сборы в Крыму обходятся в три раза дешевле заграничных. Проживание, тренировки, тренажерные залы, медицинское обслуживание, диетическое питание. Все это здесь стоит в среднем 2,5-3 тысячи рублей за человека в сутки. Наверное, все-таки где-то нас услышали. Мы считаем, что лучше вкладывать финансы в свою и развивать свои объекты и так далее. Тем более мы, пользуясь такими масштабными регионами, как Сочи, Крым, и ехать для того, чтобы за границу сыграть с нашими российскими командами, я думаю, можно найти самый ближний и легкий путь. Уже сегодня Крым готов одновременно принимать сразу десяток футбольных команд. А со строительством новых тренировочных комплексов и футбольных полей возможности полуострова будут только увеличиваться. Алексей Щербак, Время новостей, Евпатория.